Здравствуйте! В эфире программа Сарапул новостей. В студии с вами Артём Сергеев. Сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. Глава города и представители администрации ответили на вопросы горожан. Впервые традиционная пресс-конференция прошла в прямом эфире. Трансляция в интернете продолжалась почти два часа. Были даны ответы почти на 80 вопросов. Самые интересные вопросы и ответы на них в нашем первом материале. Ровно в 10 часов во вторник на ютуб-канале во всех страницах администрации города в социальных сетях началась прямая трансляция пресс-конференции главы города с представителями СМИ. Вопросы горожане могли задать как предварительно, так и во время эфира. Одним из первых в этот летний период был получен ответ на вопрос о пляже. Мы в этом году делали попытку. К сожалению, вода высокая стоит. Планируется это сделать в центре города, рядом с набережной. Мы спланировали на следующий год дополнительно завести достаточно большое количество песка к набережной, для того, чтобы сформировать действительно уже пляж повыше, чтобы его кам-кама в связи с тем, что вода играет, не заливала. На пляже будет организован соответствующий пост для безопасности граждан. Со временем планируется его благоустроить и в том числе и кабинками для раздевания. Также горожан интересовала судьба ветхих домов и возможности расселения. С 2021 года стартует программа, планируется строительство жилья, расселение порядка 30 ветхих домов в городе Сарапуле. Это несколько тысяч квадратных метров жилья и сотни семей расселенных. Поэтому ждем начала программы, финансирование и федеральное, республиканство. Эта программа предусмотрена. Целый блок вопросов был посвящен состоянию дорог, тротуаров и остановок в городе. Как пояснил глава города Александр Ессен, список объектов, нуждающихся в ремонте, определили сами жители. Ремонт объектов дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остановочные павильоны будут приведены в порядок в рамках цифрового проекта «Умный город». В рамках участия города в федеральной программе «Умный город» мы вошли в качестве пилотного города. Ведем переговоры с инвестором. Он готов зайти со строительством остановок. И это будет в муниципальном частном партнерстве, договор в муниципальном частном партнерстве. Соответственно, после проработки, заключения этого договора, по определенному графику, который рассчитан примерно на 7-8 лет, остановки в городе начнут меняться на современные. Мы планируем все 112 остановок, которые в городе есть, поменять на остановки одного стиля. Какие-то будут чуть побольше, какие-то будут чуть поменьше, но стиль у них будет один. И они будут современными. Были заданы вопросы и по удлинению автобусных маршрутов, в частности, до поселка Котово. По развитию общественного транспорта и 220-м федеральным законом предусмотрено проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика для осуществления проездных маршрутов, которые мы планируем провести до 1 июля 2020 года. С учетом вопросов, которые задаются граждане из жилых районов не только Котово, но и жилой район Дубровка, мы разработаем схему движения общественного транспорта таким образом, чтобы было удобно и комфортно жителям нашего города передвигаться по маршруту. То есть, в текущем году расширение маршрутной сети, к сожалению, у нас не планируется. Несколько вопросов поступило на тему отлова безнадзорных животных. Такие мероприятия по отлову безнадзорных животных у нас проводятся управлением благоустройства. По каждому обращению граждан мы реагируем. Каждый четверг приезжает бригада по отлову безнадзорных животных. И, в принципе, по состоянию на июль месяц в районах указанных заявительницей мы отловили более пяти безнадзорных животных. О своей заявке граждане могут сообщать по телефону 2 57 83, при котором при заявке нужно указать место скопления с указанием количества. И данный микрорайон, данное место будет взято на контроль. В преддверии нового учебного года сарапульцы родители интересовались возможностями сертификата дополнительного образования. Сертификаты дополнительного образования – это гарантия государства по оплате дополнительного образования вашего ребенка. В нашем городе по сертификатам работают три детских школы искусств, шесть учреждений дополнительного образования, такие как детский парк, детский экологический центр, детский юношеский центр и другие организации. С текущего учебного года сертификатом можно также будет воспользоваться в некоммерческой организации Центр театрального искусства «Точкин дом». Всего на эту пресс-конференцию поступило 80 вопросов. Десять из них были заданы во время прямого эфира. Большая часть касалась темы ЖКХ и благоустройства. Закончился прямой эфир новостью, которая обрадует всех горожан. В городе будет строиться крытый каток. Планируется строительство крытого ледового катка с вместимостью зрителей 450 мест. Сегодня есть конкретный инвестор, который разрабатывает проект этого объекта. Объект будет красивым, объект будет достойным. Там будет не только крытый каток, там будет еще ряд залов для физических упражнений, чтобы комплексно подойти к вопросу занятия физической культурой. И будут современные какие-то кафе, где можно будет провести время после того, как позанимался или покатался или провел время на льду. Поэтому каток будет. Инвестор планирует зайти со строительством в следующем году и закончить строительство в 2022 году. Посмотреть весь эфир пресс-конференции в записи можно на сайте администрации города, а также на страницах администрации в социальных сетях. Город готовится к отопительному сезону. Подготовительные работы проходят на магистралях, на внутридомовых сетях, проверяется состояние всех труб, проводится их опрессовка. Представители ресурсно-снабжающих организаций и управляющих компаний еженедельно сообщают о проделанной работе заместителю главы города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Какова готовность городских сетей в преддверии отопительного сезона? Расскажем далее. Такие совещания в кабинете заместителя главы города по строительству и ЖКХ с участием представителей управляющих компаний, управления имущественных отношений, социальной сферы и ресурсно-снабжающих организаций проводятся еженедельно, с того момента, как прошлый отопительный сезон был закончен. Важно понять, что делается службами вне сезона. На сегодняшний день у нас по сдаче 98, но с 98 домов, всего 122, с 98 домов у нас 17 домов опрессовку прошли по теплу, но 17 домов не прошли по теплу по ГВС. Сейчас причина травит арматуру. Сейчас вопрос решается, в каком формате. Если мы 100% будем менять, и заявка поступит от домового, тогда будет 100% замена. Все ремонтные работы должны быть выполнены в летний период. Обращаю внимание, значит, управляющих организаций, что не проведение лицензиатом испытаний на прочности и на плотность гидравлических испытаний узлов вода и систем отопления, а также промывки и регулировки систем отопления являются грубым нарушением лицензионных требований. И в отношении домов, на которых это не будет произведено, принято решение на уровне жилищной инспекции проводить проверки. По отчетам представителей служб, подготовка к отопительному сезону идет по графику. На сегодняшний день по жилищному фонду готовность свыше 70%. Несмотря на наличие некоторых замечаний по внутридомовым инженерным системам, готовность ресурсоснабжающих организаций выше, около 80%. Им еще предстоит пройти проверки управления Ростехнадзора по Удмуртской республике, ну и оформить паспорт готовности и предъявить в комиссию образованную муниципальному образованию по проверке готовности, акты готовности и паспорта для согласования и подписания их и предъявления соответствующей органы. Для каждой категории потребителей тепловой энергии установлены свои сроки готовности. Вообще есть регламентированные сроки. Жилищный фонд, объекты социальной сферы и объекты потребителей тепловой энергии должны быть готовы до 15 сентября с оформлением паспорта готовности. Объекты, такие как ТЭЦ, должны быть готовы и оформлены паспорта готовности до 15 ноября. Муниципальное образование должно получить паспорт до 15 октября. Но даже если холод придет раньше предполагаемых дат, отопительный сезон будет начат до подписания всех документов. Дорогу в поселок КХП начнут строить в этом году. В эту среду радостную и долгожданную новость объявил жителям поселка глава города Александр Есен. Какой будет дорога, а главное, когда строительство будет завершено. Ответы на эти важные для жителей вопросы в нашем сюжете. Новость о строительстве дороги для жителей поселка КХП стала действительно долгожданной. Вопрос много лет обсуждался на уровне муниципалитета и Министерства транспорта республики. Но глава Удмуртии принял принципиальное решение. Дороги в поселок быть в ближайшее время. Хочу довести до вас, что принято решение построить дорогу в асфальтовом исполнении. Тот проект, который мы вам показывали, 710 метров оставшиеся. С пешеходной дорожкой, с освещением, все как проектом предусмотрено. Первый вопрос, который последовал, когда начнется, а главное, когда закончится строительство дороги. Строительство будет осуществляться в два этапа. Первый этап начнется в этом году. Основные такие подготовительные работы будут сделаны примерно на 9 миллионов рублей. И остатки примерно на 30 миллионов рублей будут сделаны уже в следующем году. Деньги выделяются с республиканского уровня бюджета. Спасибо главе правительству, еще раз нашим депутатам, за то, что удалось этот вопрос продвинуть. Дорога – это результат совместных усилий. Жители, представители администрации города, депутатов всех уровней и представителей республики. Потому что много-много раз уже обращались. Уже и дети у нас там достаточно большие выросли. Но все равно им приходится ходить в школу, в том числе во вторую. Я постоянно слышал предложения, просьбы о том, как нам добираться в школу, как скорая помощь к нам приедет. И вот постоянно, зная о том, что какие большие вложения необходимо вложить, мы постоянно обращались, выходили с предложениями. Но получалось так, что в городской казне таких денег в эти периоды не находились. И наконец, я считаю, что нас услышали. И наконец-то эта дорога начинает как бы уже воплощаться в жизнь, вот эти вот наши мечты. Поэтому я считаю, что везде очень хорошие. Напомним, на протяжении 20 лет жители поселка КХП постоянно поднимали вопрос о строительстве дороги. Объект действительно трудоемкий. Дорогу необходимо проложить через два оврага, обеспечив при этом сток воды с полей. Для городского бюджета десятки миллионов необходимых на объект – неподъемная сумма. Но все же город несколько лет назад сделал проект, предусмотрев все особенности местности. За это время вопрос строительства дороги разделил жителей на два лагеря – тех, кто верил и тех, кто не верил в возможность реализации желаемого. У нас даже, я говорю, жители есть между собой, кто не здоровается по этой теме теперь между собой. Потому что одни говорили так, другие так, третий так. То есть вот даже между собой вот это отношение, что все равно не будет, ты что не ходишь, ты не идешь. И знаете, вот нету вот этого, вот как-то люди не верили, не хотели многие. Да и сейчас пришли не все. То есть такое отношение. А все равно же зависит это от нас. Не лениться. Мы ходили и на прием. Правительство РФ приезжали, письмо Владимиру Владимировичу Путину писали. Да везде, куда только можно, вот уже замучили своими, как говорится, письмами, вопросами. Я говорю, особенно вот у нас с Катей Третьяковой, а мы уже с ней. Как говорят сами жители, сейчас окончательно развеять все сомнения смогут лишь первые работы на объекте. Очень здорово, что у нас будет наконец-то дорога, что можно не переживать, что дети грязнущие ходят. И машины будут в целости и сохранности наконец-то. Вот проехать до дома можно спокойно, не переживать, что когда пройдет дождь, мы до дома не доберемся. Мы очень рады, нам даже не верится, что за 20 лет наконец-то уже появилась возможность такая, что нам уже сделают дорогу. Просто уже было невозможно. Это уже очень такая радость, что аж переполняют эмоции. День микрорайона. Большим праздником минувшие выходные микрорайон Элеконт отметил свой день рождения. Программа мероприятий была насыщена. Весь день на площади у Дворца Культуры Электрон работали различные площадки. Интересным было и взрослым, и детям. Удивительно теплая летняя погода, а значит и хорошее настроение, были спутниками традиционного праздника микрорайона Элеконт. Он состоялся 17 августа. Организаторы, руководство и профсоюзный комитет завода Элеконт при активной поддержке Дворца Культуры Электрон. Как здорово, что праздник начинается именно там, музыкой и аплодисментами, а еще добрыми улыбками людей, жителей замечательного микрорайона. Открывая праздник, генеральный директор УАО Элеконт Анатолий Наумов отметил важность активного досуга в жизни заводчан и жителей района, а также пожелал всем здоровья и позитивных эмоций. Сегодня завод Элеконт, продолжая миссию градообразующего предприятия, проводит большой праздник, праздник микрорайона Элеконт. Заводчане очень хорошо понимают, что труженики должны не только хорошо работать, но и красиво отдыхать. Этого мы желаем всем, особенно нашим ветеранам. Мы хотим, чтобы им было комфортно и тепло от того, что они создали. Заложили традиции и, наконец, построили самый красивый микрорайон в городе. Далее гостей ждали традиционное соревнование автодрайв. В этом году побороться за победу собрались 12 команд, состоящих из сотрудников Элеконта. Впервые в конкурсе приняли участие и гости – команды Сарапульской городской больницы и электрогенераторного завода. Автомобилистам предстояло пройти несколько этапов – представить визитную карточку, показать мастерство вождения и обслуживания автомобиля, сдать теоретический экзамен. К испытаниям все команды подошли с большой ответственностью, долго готовились и, конечно, немного волновались. На автодрайве этапы трудные, но интересные. Мы первый раз, а у нас получается неожиданно, необычно. Много нового. Этапы все сложные, но мы проходим их достойно, стараемся. Упечатления наши яркие. Праздник получился шикарный. По итогам конкурсных испытаний второй год подряд победу одержала команда «Лада» капитана Гранта. Все участники отмечены грамотами и призами. Секрет нашего успеха в автомобиле, наверное. С сплоченность команды. С сплоченность команды. И автомобиль нас не подвел, выдержал все испытания. Второй год подряд заняли призовое первое место. Скуку, запад и всем попутного ветра! На территории семейной зоны отдыха расположилась выставка «Урожай-2019». Жители микрорайона делились своими секретами выращивания овощей, фруктов, цветов и трав. Компетентная жюри оценивала «Дары природы» в четырех номинациях. И ветераны завода «Эликонт», и жители завода «Эликонт» приняли активное участие в выставке «Дары осени», которая развивалась на несколько номинаций, такие как домашнее консервирование, художественное оформление букетов. Лекарственные травы выращены на садоводах и на своих участках. Была отмечена на этой выставке самая возрастная, самая стабильная, самая постоянная участница глухого Александра Николаевна, которой 87 лет. Я думаю, что праздник удался, так же, как и выставка. По-настоящему летняя погода, интересная программа и хорошая организация праздника создавали позитивное настроение гостей и участников. Праздник, который происходит здесь, на территории завода «Эликонт», в парке ДК «Электрон», всегда яркий. Почему? Потому что здесь идет... Ну, настолько человеческие, добрые, сердца встречаются. Они настолько радостные, настолько счастливые, потому что все, что они сделали своими руками, они отдают людям. Очень все интересно, праздник. А самое главное – погода хорошая. От этого и все настроение. И мы потратили очень много приятных минут в подготовке к этому, и вот этот сам праздник прямо поднимает настроение, и погода прямо способствует этому. В зоне автостоянки развернулся настоящий детский городок. Юные сарапульцы и их родители смогли поучаствовать в народных забавах и играх, организованных Центром русской культуры и молодежной организацией «Спас». За победу в играх ребята получали жетоны, которые в детском магазине обменивали на призы. Игр у нас сегодня девять. Девять площадок игровых, да. Тут и рыбалка, здесь у нас и прохождение на чурбачках по половичкам, интересно очень. Здесь и гигантская скакалка. Мы огромное спасибо говорим, конечно, нашим организаторам. Это завод «Эликон», Анатолию Ивановичу Наумову и всей его команде, потому что замечательный праздник. Спасибо большое. Здесь же впервые при поддержке городского общества инвалидов проведено первенство по настольным спортивным играм – шафлборд, корнхолл, джакала и кульбутта. Работала и выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства, меда, канцелярских товаров, дизайнерских подарков. Просто в восторге от костюмов, от ярких красок. И я думаю, это хорошее подспорье для девочек, которые занимаются творчеством. Завершился праздник микрорайона театральным шоу по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Для самых маленьких жителей Эликонда шоу организовало творческое объединение индустрии развлечений. А на праздничной дискотеке всем детям были вручены сладкие призы. Возрождение традиции. Жители трех домов в поселке Южный решили возродить давно забытую традицию и провели в своем дворе праздник с музыкой, детскими забавами, душевными песнями. Старожилам домов вручили памятные подарки. На праздники двора побывала и наша съемочная группа. Вот так весело и задорно три дома в поселке Южный отметили общий праздник. Этот праздник посвящен Дню дома. Мы, председатели вот этих трех домов, объединились, зараженные, скажем так, идеей сплотить людей, показать им, что такое есть реальное общение. Цель нашего мероприятия – это знакомство. Знакомство с соседями друг с другом, с близлежащим домом. Дети, чтобы пообщались не только в интернете, но и вживую. Видите, как они активно принимают участие во всех конкурсах, которые проводят. Три дома – дома номер 14 и 16А по улице Жуковского и дом номер 25 по улице Фронзе были построены практически друг за другом с разницей в два года. Так сложилось, что жители всех трех домов гуляют в одном дворе. И праздники устраивают совместные. Нашим домам не круглая дата. Нам уже 41 год, этому дому 43, еще одному 20, 39. Это очень хорошо, что наши советы домов решили организовать такой праздник. Он объединяет людей, хотя бы друг друга узнают. Хотя я в этом доме почти всех знаю своем, и в том, я потому что член совета дома. Но очень хорошо, что эти праздники организуются. Весело, уже музыка звучит, уже пляс хочется всем. Народ подтягивается. Я думаю, что это очень хорошая традиция. На праздники было чем заняться. Пока взрослые наслаждались творчеством, дети приняли участие в веселых конкурсах. Даже те, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, наблюдали за всем происходящим с балконов. Среди почетных гостей были замечены представители управляющей компании, отделы по делам семьи, депутаты городской думы. Последним выпала честь отметить старожил домов и активистов грамотами и подарками. Идею большого праздника двора жители одобрили. Есть возможность узнать соседей, пообщаться, дружиться, увидеть даже, кого не видел давно. Я рада, что в нашем завору организовали такой праздник. Можно познакомиться с ребятами и посмотреть конкурсы. После такого удачного дебюта праздник двора жильцы решили сделать ежегодным. Возродив давно забытую традицию. 24 августа в Сарапуле пройдет пятый юбилейный фестиваль уличных театров «Капуста Дэй». Программа юбилейного фестиваля будет насыщенной. Гостей ждут выступления театральных коллективов, соревнования по скоростному поеданию блюд из капусты, фотоконкурс, дискотека под открытым небом. Хедлайнерами фестиваля станут звезды прославленного театра «Лицидея» Вячеслава Полунина из Санкт-Петербурга. Клоуны и артисты оригинального жанра. Для гостей и жителей города Сарапула «Лицидеями» будет представлен клоунский диверсисмент «Анима Аллегра». Старт театрализованного шествия в этом году будет от драматического театра в 15.30. Начало праздника на набережной 16.00. Приглашаем всех желающих! А теперь о планах долгосрочных. 14 сентября в Сарапуле пройдет ставший уже традиционный Покровская ярмарка. К участию приглашаются товаропроизводители, мастера декоративно-прикладного искусства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, торговые предприятия и предприятия общественного питания. Подробные условия участия и образец заявки можно найти на сайте администрации города. Обращаем ваше внимание, предварительная регистрация участников уже началась. На этом у нас все новости на сегодня. Для зрителей, которые предпочитают смотреть наши выпуски по кабельному телевидению, программа «Сарапуловости» доступна на 27-й кнопке. А также смотрите наши программы в удобное для вас время в сети интернет на официальном сайте администрации города Сарапула и его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды, добрых вам дел и отличного летнего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова